Всеобщая история. Тема номер пять. Страны Европы и Северной Америки в 20-е годы XX века. Послевоенная стабилизация. В 1923-1924 годах острота послевоенного, экономического и социального кризиса постепенно спала. Революционные выступления были подавлены. Страны Запада стали развиваться более устойчиво. Наступил период стабилизации. Государства-победители расширили рынки сбыта своей продукции и получили репарации, что способствовало росту экономики. Введенные во время войны экономические ограничения были отменены. Государственное регулирование хозяйственной жизни сокращено. Монополистический капитализм снова вернулся в более выгодное для крупных корпораций состояние нерегулируемого рынка. Однако все шире распространялось мнение, что независимая от общества государство капиталистическая экономика неустойчива. Ее проблемы могли быть решены в случае подчинения монополии государству. Идеи государственного регулирования экономики разрабатывались в трудах британского экономиста Кейнса. В 1926 году Кейнс опубликовал работу «Конец свободного предпринимательства», который доказывал необходимость активного регулирования капиталистической экономики государством. Взгляды ученого получили название «Кейнсианство» и были поддержаны Великобританией, лейбористской партией, которая привлекла его к разработке правительственной политики. Кейнс утверждал, что общественные ресурсы следует направлять наиболее важные отрасли хозяйства. И это должно способствовать успеху всей экономики в целом. Оправданность такой политики для развитых индустриальных стран подтверждалась опытом социал-демократов, которые все чаще участвовали в европейских правительствах. Поначалу попытки социал-демократов регулировать экономику были очень осторожными и направлялись в основном на перераспределение прибыли капиталистического производства в пользу рабочих. Но в большинстве западных стран у власти оставались сторонники нерегулируемого рынка, которые считали, что рабочая сила должна быть дешевой, и поэтому улучшать благосостояние рабочих нецелесообразно. Экономический бум. Капиталистическое хозяйство, освобожденное от военно-государственной опеки, быстро развивалось. Начался стремительный рост деловой активности. Экономический бум в развитых странах Запада. К концу 1920-х годов промышленное производство во Франции возросло на 40% по сравнению с довоенным, а в США на 20%. Скромнее были достижения Великобритании. Ей удалось лишь восстановить довоенный уровень. В условиях общего экономического подъема улучшилось положение Германии. Повысился жизненный уровень средних слоев населения. Рост производства шел медленнее, чем развитие финансовых структур. Отсутствие контроля над частным капиталом привело к расцвету финансовых спекуляций и афер. Деньги вкладывались в акции, не обеспеченные реальным производством. Многочисленные фонды и банки были неустойчивы. Банкиры подкупали чиновников, получали все более широкие привилегии. Время от времени банки и фонды лопались, оставляя клиентов без средств. Но эти громкие скандалы не убеждали собственников капитала в том, насколько серьезна опасность неустойчивости свободного капитализма. Казалось, что частные провалы и банкротство не угрожают всей банковской системе в целом. Однако даже во время экономического подъема многие отрасли в странах Запада находились в кризисе. За воротами предприятия оказались десятки тысяч текстильщиков, шахтеров, металлургов. Развитие техники ускорило темпы экономического подъема. В небе конкурировали первые пассажирские самолеты и дирижабли, управляемые аэростатой с двигателями, считавшиеся более безопасными. В 1926 году Амунцен на дирижабле Норвегии достиг Северного полюса. Но затем несколько аварий и поражения в конкурентной борьбе с самолетостроительными компаниями привели к вытеснению дирижаблей с транспортных линий. Развивался и наземный транспорт. Организация производства синтетического бензина в 1925 году позволила получить более дешевые горючие. Автомобили становились доступными людям со средним достатком. Их удешевление достигалось за счет конвейерной производственной системы, четкой организации труда, интенсивной работы до изнеможения каждого занятого на конвейере рабочего. Эта система получила название «Фордизм», так как применялась на автомобильном производстве Форда. Фордизм привел к быстрому увеличению выпуска продукции. Но большинство людей в мире не были настолько обеспеченными, чтобы покупать новейшие промышленные товары. Возникновение массового общества. Мировая война и последовавший за ней революционный подъем вовлекли в общественную политическую жизнь миллионы людей. Простые люди хотели почувствовать себя причастными к решению судеб своих стран. Вслед за Советской Россией в США и ряде стран Европы было введено всеобщее избирательное право. Революционные события в России и Германии многому научили правящие круги Запада. Возникало новое общество, в котором гораздо большую роль, чем ранее играли широкие массы населения, массовое общество. Для правящих кругов это означало, что теперь они должны были убеждать большинство населения в правильности, проводимой ими политики. Крайне важной становилась задача управления мнением миллионов людей, навязывания им предпочтений, вкусов и взглядов, выгодных властям, манипулирования массовым сознанием. Для этого широко использовались СМИ, газеты и получив получавшие все большее распространение радио и кинематограф. В условиях господства индивидуализма, готовности человека рассчитывать только на себя, свои знания и силы, делать это было нетрудно. Индивидуализм усилился в условиях экономического подъема, когда, как казалось, свободный рынок открывает перед предприимчивыми людьми новые возможности. В то же время в Европе продолжалась демократизация общественной жизни. Аристократия постепенно оттеснялась от власти представителями других социальных групп. В расширении демократии были заинтересованы средние слои, они не входили в правящую элиту и в то же время были достаточно образованы, чтобы разбираться в политике и отстаивать с ее помощью свои интересы. Политические партии стремились опереться на массовые организации, крупнейшими из которых были профсоюзы. Влияние социалистических партий и профсоюзов. Несмотря на стабилизацию общества, социальные конфликты не ушли в прошлое. Когда их размах серьезно угрожал интересам правящих групп, формальные демократические нормы нарушались. Так, в США в 1920 году по сфабрикованному обвинению в убийстве были репрессированы два рабочих активиста, выходцы из Италии Сакко и Ванцетти. В 1925 году в Великобритании по настоянию канцлера казначейства Черчилля был принят бюджет, значительно уменьшавший дотации угольной отрасли. Владельцы шахт, которые теперь были вынуждены экономить, объявили о снижении зарплаты, увеличении рабочего дня, закрытии нерентабельных, не окупающих себя предприятий и увольнении горняков. В ответ профсоюзы Великобритании в 1926 году объявили всеобщую забастовку. Против рабочих была брошена полиция, начались столкновения. Экономика страны была парализована. Англия оказалась на грани революции. Но большинство британцев были против насильственных методов борьбы за социальные права. Профсоюзы объявили об окончании всеобщей стачки. И только шахтеры продолжали бастовать, но так и не добились уступок от капиталистов. На выборах 1929 года консерваторы потерпели поражение. Большинство избирателей проголосовали за Лейбористскую трудовую партию, опиравшуюся на профсоюзы и выступавшую с позиций социал-демократии. Вовлечение в политическую жизнь рабочих позволило социал-демократам добиться первых успехов в борьбе за власть и реформировании капиталистического общества. В 1920-х годах социалисты входили в состав правительственных коалиций Швеции, Дании, Великобритании, Франции, Австрии, Чили и других странах. Политики, представлявшие рабочие движения, были еще неопытные. Удержаться у власти в течение длительного времени им не удавалось. Они проводили политику социального партнерства, добиваясь компромисса между профсоюзами и предпринимателями. Но провозглашенная ими задача регулирования капиталистического производства пока не была решена. В 1920-х годах в большинстве стран начался ускоренный экономический рост, который, однако, оставался нестабильным из-за почти полного отсутствия государственного регулирования. Серьезные перемены произошли в общественной жизни, расширилось стремление широких слоев населения влиять на жизнь своих стран, росло влияние рабочего движения профсоюзов.